Ребята, всем привет! С вами ваша любимая YouTube подружка Катя. И сегодня видео наше будет посвящено изучению нидерландского языка. Меня часто спрашивают мои друзья или просто люди знакомые, которые узнают, что я живу сейчас в Бельгии, в Антверпене, нужно ли учить нидерландский язык. Сегодня мы рассмотрим с вами все вопросы касательно того, нужно или нет. И я расскажу о своем личном опыте, потому что я как раз сейчас нахожусь в процессе изучения, и один курс я уже закончила. К сожалению, сегодня у меня на столе нету всех этих потрясающих букетов с живыми цветами, потому что мы не были в субботу на рынке. Но и знаете, превращаться в того блогера, который в юске скупает вот эти вот искусственные цветочки в горшочках, я тоже не хочу. Поэтому пока так. Ну что, начнем с основного вопроса. Обязательно ли учить нидерландский язык, если ты живешь в Антверпене? Ну или в любом другом городе, да, во фламандской части Бельгии? В целом, не обязательно. Здесь действительно практически все говорят на английском языке. Если у вас хороший уровень английского языка, то вы в целом со всем здесь сможете справиться. Но есть свои нюансы. Например, для украинцев, которые получают пособие от государства, социальный работник будет настаивать на том, чтобы вы записались на курс изучения нидерландского языка. Таким образом, вы как бы и прокладываете себе дорогу к тому, чтобы получить здесь лучше работу, чем те, кто не знает язык. Получить, может быть, работу в принципе, потому что для некоторых профессий хотя бы минимальное знание нидерландского языка является обязательным. А также это является показателем для Бельгии в целом о том, что вы стараетесь стать частью государства, вы стараетесь интегрироваться максимально в его социальную жизнь. Поэтому, если вы не записались на курсы, я знаю, что первое время для тех, кто приехал сюда, например, в марте, в апреле, присылали там письма, соцработник, говорю, что когда вы пойдете, пойдете ли вы на курсы. Сейчас это все будет жестче, но все будет, конечно же, зависеть конкретно от вашего соцработника. Наш соцработник довольно жесткий, поэтому, в принципе, с нашего первого митинга, встречи с ним, он нам сразу сказал, что вы должны записаться на курсы языка и мы должны были ему прислать, собственно, как бы талончик о том, что мы стали в очередь, потому что сразу попасть на курсы, там, с сегодня на завтра нам не удалось, и я так понимаю, у многих такая ситуация, но мы хотя бы показали, что мы записались, оплатили уже этот курс и будем точно, значит, изучать язык. У нас есть здесь приятели, которые живут здесь более пяти лет и не учат нидерландский, не знают его. Они работают в международных компаниях и им знания английского своего достаточно, поэтому тут как бы выбирает каждый сам. При этом их ребенок ходит в нидерландскую школу и, естественно, из-за того, что она живет здесь давно, говорит на нидерландском уже хорошо. Чем же может помочь знание нидерландского языка, если вы решили здесь жить? Во-первых, действительно работа часто может быть лучше. Например, в моей ситуации я подавала application заявку на работу управляющим шоурумом, магазином с одеждой. У меня есть опыт, у меня есть знание английского, но мне отказали, и объяснив это тем, что родным языком работников магазина будет нидерландский, а значит мне будет сложно с ними коммуницировать. Даже в одной компании могут быть разные правила. Например, в H&M Group, которые владеют H&M, Weekday, And Other Stories, COS. Разные правила. Когда ты подаешь application конкретно в магазины H&M, там необходимо знание фламандского, то бишь нидерландского языка. В And Other Stories и в COS у меня не просили знания нидерландского языка, и я сама часто слышала в этих магазинах, также и в маркете, что между собой работники говорят на английском. Второе. Нидерландский знать полезно, потому что все счета из банка, от страховой, от вашего лендлорда, или там от компании, которая сдает вам квартиру, письма из садика, письма из школы, все это будет приходить вам на нидерландском. И очень много почты здесь приходит не в электронном варианте, а физическое, а значит вам надо будет фотографировать, переводить это, и знать тогда нидерландский, ну на самом деле очень полезно. В-третьих, даже просто элементарно таблички какие-то в больнице о том, куда вам надо пройти, объявления в транспорте об остановках и так далее, все это будет на нидерландском. Все вывески, составы продуктов в магазине тоже будут часто на нидерландском, поэтому опять же, знание языка здесь очень полезно. Также мне говорили, что, например, фильмы здесь в прокате, в кинотеатрах идут на английском, их не переводят, но я хотела пойти с дочкой на мультик, и мультики как раз оказались там на нидерландском. Почему конкретно я решила учить нидерландский язык? Первой, самой главной для меня причиной было то, что моя дочка ходит в нидерландский садик, в Клюйтерскул, здесь этой школой называется, и она начинает уже говорить, какие-то стихи рассказывать, петь песни. Я бы хотела это, во-первых, понимать, во-вторых, если ей дальше нужна будет помощь какая-то, с нидерландским, я бы хотела иметь возможность ей помочь. Во-вторых, у меня сейчас есть на это время, плюс изучение языка классно прокачивает мозг. В-третьих, я хочу понимать все эти объявления, таблички, хочу комфортно передвигаться в магазине и выбирать себе продукты. В-четвертых, реально знание нидерландского языка поможет найти более высокооплачиваемую работу. Еще я слышала такую информацию на курсе, что даже просто наличие этого сертификата о том, что вы прошли первый уровень, оно уже дает вам право претендовать на более высокую зарплату, чем человек, который обладает такими же навыками, но без знания нидерландского. Какие варианты изучения нидерландского есть? Я вам расскажу о нескольких всего вариантах. Один это тот, который выбрали мы и курс, который проходили мы. Другой это более дорогой курс, но и как бы со своими тоже нюансами. Скажу сразу, что вы естественно можете учить нидерландский сами, заниматься онлайн с преподавателем или оффлайн, но час таких занятий стоит 12-16 евро где-то. Это довольно дорого, потому что за весь курс, который 2,5-3 месяца длится, мы заплатили по 25 евро. Но это курсы от Атласа, это как бы такая своего рода тоже, насколько я понимаю, одна из социальных служб, которая помогает со всем этим. Итак, какие варианты курсов есть? Сначала расскажу о том, который проходили мы. Эти курсы называются CVO. Мы ходили на базовый начальный уровень, который длился 2,5-3 месяца. Мы ходили по 4 раза в неделю и каждое занятие длится 3 часа 15 минут, из них 20 минут перерыв. То есть это на самом деле очень много. Второй вариант. Вот сейчас мои друзья пойдут на курс от Lingua Polis. Это при университете Антверпенском тоже такие курсы. Они стоят намного дороже, но как нам сказали наши знакомые бельгийцы, эти курсы обычно выбирают люди, которые очень серьезно настроены. Например, у них уже есть представление о том, какая работа у них будет, или они уже на этой работе работают, но им нужен нидерландский. Либо они, например, хотят поступать в университеты или в школу, и для этого им нужен нидерландский классного уровня. Вот за полтора месяца таких курсов, тоже 4 раза в неделю по 3 часа, вы заплатите 650 евро. Какой здесь еще есть плюс? Плюс заключается в том, что если вы пройдете все необходимые уровни изучения нидерландского языка, вы сможете поступить в этот Антверпенский университет. Насколько я поняла, даже без экзаменов на бюджет, возможно, я ошибаюсь в плане отсутствия экзаменов, но то, что этот курс дает преимущество при поступлении в ВУЗ, это 100%. Разница в цене, конечно, очень ощутимая, поэтому тут как бы выбирать каждому по возможностям. Теперь расскажу о своем, собственно, опыте изучения нидерландского в CVO. Как это происходило? Для начала мы пришли в Атлас, чтобы записаться, собственно, на эти курсы. Что у вас спросят, от чего будет зависеть, в какую группу вы попадете? У вас спросят, есть ли у вас высшее образование, то есть это говорит о том, что имеете ли вы, в принципе, навыки обучаться. Второе. Знаете ли вы какой-то еще иностранный язык, а для изучения нидерландского, например, знания английского и немецкого или хотя бы одного из этих языков, оно сильно помогает, поверьте. И третье. Какой ваш родной язык? Я так понимаю, что, опять же, немцам, допустим, наверное, будет чуть легче также изучать нидерландский, потому что схожесть, она там очевидна. Вот так, собственно, формируется группа. Но сразу хочу сказать, что, например, в нашей группе были люди, которые не знали английский вообще, были люди, у которых не было высшего образования, поэтому я думаю, если честно, что все эти факторы не так, чтобы на 100% как-то влияют на то, в какую группу вы попадете. Важно лишь то, каким является ваш уровень нидерландского сейчас, то есть потому что у нас в группе, например, были люди, которые давно живут в Бельгии, и, возможно, их уровень нидерландского мог бы быть лучше или был лучше, чем наш изначальный, потому что наш изначальный уровень нидерландского это как бы zero или по-нидерландски нуль. Сразу понятно, да, что экзамен на первом курсе я уже сдала. Итак, наш курс длился 2,5-3 месяца. Мы ходили 4 раза в неделю, по 3 часа и заплатили каждый за курс 25 евро всего лишь. И в эти 25 евро еще входил учебник. Вот так он выглядит, там разные распечатки. Когда мы пришли в Атлас и начали записываться, они нас спросили, в какое из отделений нам было бы удобно ходить или ездить. Да, в центре отделения, которое недалеко от вокзала находится, оно было уже полностью забито, но есть также и другие, как в самом Антверпене, так и за городом. Вот мы ходили в Хабокин, это, насколько я понимаю, пригород Антверпена, но нам от нашего дома туда ехать на машине там 7 минут, на трамвае 10, поэтому этот вариант нам тоже подходил. Возможно, иногда есть смысл, например, подождать, пропустить этот курс, пойти на следующий, но ходить куда-то недалеко от вашего дома, потому что я слышала истории своей одногруппницы о том, как ей сложно было добираться из пригорода наоборот в Антверпен, потому что были какие-то частые забастовки, и она не могла попасть то на автобус, то на трамвай. Если я не ошибаюсь, мы в конце сентября пошли в Атлас, и наши курсы начались только в ноябре, где-то полтора месяца мы ждали, когда начнется курс. Также вы можете выбрать время. Насколько я понимаю, то вечернее время, это с 6 до 9 вечера, могут занять только те, которые официально трудоустроены и работают. Для остальных вы можете выбрать либо утреннее время, вот мы ходили с 9 до 12, есть еще дневной курс с 12 до 3, но возможно относительно того, что вечерние курсы могут посещать только люди, которые официально трудоустроены, я могу ошибаться. Сразу хочу сделать спойлер, вы, наверное, удивитесь, да, я как человек, который здесь как будто бы постоянно жалуется, но я стала всем супер довольна, мне все очень понравилось, и тут еще очень многое зависит от преподавателя. У нас очень классный преподаватель, сейчас на втором курсе мы занимаемся у нее же, но уже два раза в неделю, у нее 13 лет опыта, и насколько я знаю по историям своих друзей и знакомых, так не везде, потому что вам может попасться преподаватель, у которого вы первые ученики, у нее еще немного опыта, и вам будет сложнее, и ей будет сложнее, но выбрать преподавателя, насколько я понимаю, вы все равно не можете, поэтому это дело случая. Мы же после первого курса специально остались у нее, плюс еще так совпало, что теперь как раз у нас курсы уже два раза в неделю, а не четыре, потому что четыре на самом деле много, и нам это идеально подошло. Почему мы решили пойти на курс, который уже два раза, а не четыре в неделю? Четыре раза в неделю для начала очень классно, потому что вы бесконечно отрабатываете самые важные моменты, какие-то самые важные фразы, и все это закрепляется классно, потому что вы это делаете в очень большом количестве. Если же вы человек, который обладает классной самоорганизацией, да, у него есть стимул учить этот язык, то двух раз вам в принципе тоже, я думаю, будет достаточно, но вам придется намного больше делать дома. И домашнего задания у вас будет больше, у нас его практически не было, когда мы занимались четыре раза в неделю, очень мало. И вообще повторять вам придется дома больше. Что еще классно на этих курсах? Часть занятий проходит в аудитории, где есть компьютеры, и у вас у каждого есть свой профиль, и есть задания, которые в течение всего курса разбиты. Вы их проходите там в определенные дни, и вы также отрабатываете свои какие-то навыки, разные темы. То есть там не будет конкретно обучения, я бы сказала, там больше практическая такая задача, чтобы у вас там от зубов отскакивала, как вас зовут, где вы живете и так далее. Также там же есть уроки с ютуба, где можно послушать, и что очень здесь важно, потому что здесь есть особенности у всяких звуков, где можно послушать, как звучат звуки, слова и так далее. Плюс, когда вы уже там зарегистрировались, будучи непосредственно на курсах, то у вас этот доступ остается, и вы можете заниматься дома на компьютере или на телефоне. Плюс, если у вас, например, нет ни смартфона, ни компьютера, вы можете приходить в Атлас и там заниматься в компьютерных аудиториях. Преподаватель видит, как вы проходите курс, и ему приходят уведомления о том, что вы, например, закончили такой-то или такой-то блок, но это никак не влияет на ваш там допуск к экзамену или на результат экзамена. Также на это не влияют тесты, которые вы пишете в течение того времени, пока проходите курс. Это больше, насколько я понимаю, для преподавателя, чтобы он видел, насколько хорошо все все усвоили. Ну и для вас, конечно, чтобы тоже готовиться и больше запоминать. Также внутри курса очень много практики внутри группы. Вы постоянно как бы интервьюируете своих одногруппников, да, вы с ними беседуете, вам раздают карточки, вы играете в какие-то игры. Все это тоже помогает и изучению языка, делает его не таким скучным, и время проходит довольно незаметно. Как же преподаватель объясняет ученикам нидерландский, если все мы владеем разными языками? Конкретно в моем случае, наверное, 60 или 70% группы на первом курсе у нас были украинцы. Ну и мы говорили, соответственно, на украинском или на русском. Наш преподаватель не знала ни русский, ни украинский. Она говорит, помимо нидерландского, на английском и на испанском. У нас было несколько одногруппниц, которые марокканкину жили раньше в Испании. Им она могла объяснить на испанском. Нам она объясняла на английском. В целом, даже если вы не знаете ни один язык, вы все равно сможете понять. По крайней мере, наш преподаватель объяснял отлично. Знаете, вплоть до пантомимы доходило. Также для более удобной коммуникации внутри группы преподаватель создает группу в WhatsApp, куда он добавляет всех учеников. И она может туда присылать какие-то материалы. Она может туда писать о том, что, например, сегодня занятия не будет. Она может присылать туда задания, напомнить о домашней работе, или какие-то фотографии на доске, то, что, например, она записывала. Это очень удобно. Плюс классная система с тем, что тебе приходит оповещение в виде смс, если, например, преподаватель не может прийти. Вот сегодня утром у нас должно было быть занятие, и в 8 утра нам пришла рассылка по смс, что занятия сегодня не будет. Также наш преподаватель говорил о том, что если вы пропускаете занятие, то у вас должна быть на это, естественно, веская причина. И обычно эта причина, это, например, вам нужно пойти в какой-то госорган, у вас есть запись туда, или вы идете к доктору. Вроде как надо показать какой-то документ. Если честно, мы пропускали занятие, безусловно, потому что возили к стоматологу дочку, она заболевала у нас, и никакие документы мы не приносили. Но, насколько я знаю, это может влиять на ваше пособие, если вы его получаете, потому что если вы записались на курсы, и на них не ходите, то соцработник таким образом об этом узнает, и это может повлиять на результат того, дадут ли вам пособие в следующем месяце или нет. В конце каждого курса проходит экзамен. Из чего он состоит? В первой части экзамена вы будете читать, слушать и писать. Очень классно, что когда мы еще проходили только первый курс, и мы часто слушали разные акценты, потому что здесь очень много разных наций, здесь есть и африканцы, азиаты, марокканцы, очень много разных наций, и они, естественно, говорят все по-разному, так же, как мы говорим на любом другом, кроме нашего родного языка, с определенным акцентом, и нам давали слушать такие акценты, и это очень помогает. Вторая часть экзамена – это вы уже разговариваете с преподавателем. Нас разбивали на группы, и мы каждый индивидуально заходили к преподавателю, не при группе, и у нас были определенные задания, мы общались, и как бы финальный результат, он весь суммируется. После экзамена мы узнали результаты, если я не ошибаюсь, через неделю. Чтобы пройти курс, вам нужно набрать 60% всего лишь. Мне кажется, это совсем немного, это буквально чуть-чуть больше половины нужно усвоить. Но у нас были в группе ребят, которые попадали на этот первый курс уже второй раз, поэтому, конечно, все равно стоит быть внимательным и лучше к экзамену готовиться. Насколько я знаю, в моей группе нас, наверное, было, мне кажется, около 20 человек, не сдало экзамен буквально пару человек. Поэтому, если вы постараетесь, у вас все обязательно получится, 60% на самом деле не так много. После прохождения экзамена вам выдают сертификат, где будет написано, на сколько баллов вы сдали экзамен, и прохождение первого курса дает вам возможность попасть на второй. Мы сразу с этой бумажкой шли в секретариат и записывались. В среду мы узнали результаты, в пятницу уже начался новый курс. То есть это не так, как было первый раз, когда мы записывались и полтора месяца ждали. Здесь второй курс пошел сразу за первый. Если же по какой-то причине, к несчастью, экзамен вы не сдали, то вы остаетесь снова на первый курс, но вы можете выбрать. Возможно, теперь вы будете ходить два раза в неделю, а не четыре, но будете там работать. Всегда у вас будет право выбора удобного для вас места и времени. Конкретно я сдала экзамен на 93 балла. И честно, очень помогло то, что я знаю неплохо довольно английский язык и немножечко учила в школе немецкий. То есть какие-то совсем базовые штуки у меня остались. Я могу рассказать там о себе, да, я какие-то знаю отдельные слова, которые я видела там на вывесках, в меню, могу рассказать о родственниках. Это очень все помогало. И, конечно же, здесь, наверное, моя мама в этом плане права. Для изучения любого языка важна классная память и музыкальный слух. Потому что у нас некоторые в группе как раз на части, где надо было слушать, было очень сложно. Потому что здесь на самом деле очень тоже много не только акцентов, но и даже у бельгийцев нидерландский язык очень разнится. Это зависит от того, в каком городе они живут, на каком языке говорили их родители, они внутри там семьи. Ну, тут очень много нюансов. В целом, я осталась супер довольна. Я надеюсь, что я продолжу в том же духе, и сдам и на втором курсе классный экзамен. И вообще у меня будет еще больше знаний. Мне уже стало легче на самом деле. То есть даже вот мы сейчас были в больнице, я могла читать какие-то таблички. Мне легче в магазине, да, я могу уже тоже прочитать какие-то составы. Я могу назвать там свой номер телефона, если нужно на нидерландском. Если мне нужно будет сделать какую-то запись по телефону, я тоже это уже сделать смогу на нидерландском. В общем, я пока в этом вижу только плюсы. И я стала понимать хотя бы эти песенки и стишки, которые моя дочка приносит, да, из школы. И она приносила распечатки, где были тексты этих песен. Ну, и я стала их понимать. Я помню, что я обещала видео о любимых украинских брендах. Я его обязательно сделаю и выпущу ближе к Дню Святого Валентина. Это будет мое признание в любви им. Но на это нужно немножечко больше времени, чем я думала. А мне тут пришлось, знаете, опять покататься по докторам, по больницам. Поэтому я немножечко не успела. Я прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, потому что 70% смотрят меня без подписки. Я буду стараться делать для вас еще больше полезного контента, но и веселого тоже обязательно. Если у вас остались вопросы по поводу изучения нидерландского языка, пишите их в комментарии. Если у вас есть любые другие комментарии, например, с пожеланиями о том, что бы вы еще хотели увидеть в моих видео. Также я не буду против конструктивной критики, потому что очень многие советы, которые мне давали, мне в итоге помогли, я их использовала. Поэтому также за этим welcome в комментарии. Спасибо вам большое, что вы посмотрели меня. До встречи!